Добрый день уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Lada Priora 126 двигатель 1.6, 16-ти клапанный. Что сюда полезли? Идет писк. Писк как от ремня приводного. Знаете, когда он ослабленный, неприятный такой звук. Но здесь, что интересно, он не меняется от нагрузки, он не меняется при включении генератора или чего. Потрогал ремень, натянут. Попробовал его еще натянуть, звук не меняется. В итоге взял, вообще скинул ремень, звук остается. Получается, что у нас что-то с ремнем ГРМ. Поехал, взял новый ремень ГРМ, комплект Гейтсовский. Номерок покажу. По пробегу здесь уже получается больше 30 тысяч после замены ремня. Либо ремень ослаб, либо он уже пришел в негодность. Из-за чего он пищит, непонятно. Снимаем крышку двигателя. Снимаем датчик абсорбера. И вот у нас уже частично разобранный двигатель. Сейчас мы открутим вот эти болтики. Вот здесь болтик и вот здесь четыре болтика. Торкс. Здесь получается Т-30. Нет, Т-35. Нет, Т-30. Все верно. Торкс Т-30. Откручиваем их и уже увидим наш ремень. Берем ключик на 17, головочку. Откручиваем болт натяжного ролика, который у нас приводной ремень натягивает. Полностью его откручиваем, снимаем. Под ним шайбы нету, он ставится прямо на кронштейн. Ручейковый вот такой идет. Ремень мы просто отводим в сторону. Снимать мы его полностью не будем, подушка нам не мешает. Берем биту. Эти болты я ослабил. И вот здесь еще одна такая. С этой стороны и вот здесь. Неудобно, но подлезть можно. А четвертого болта нет, его упростили. Вот он наш ремень. Ремень ослаб. А, смотрите. Не знаю, видно, не видно. Зуб. Вот он, видно. Зуб ремня пошел подрываться. Вот он. Как вовремя залезли. Вот он. Все зубья надорваны. Все. Снимаем нижний кожух. Там тоже получается у нас два болта, его держит половинка. Открутил два болта. Вытаскиваем нижнюю часть крышки ремня ГРМ. Вот такая вот. Здесь и здесь болтик. Теперь берем ключ на 17, головочку, и крутим внизу коленвал, чтобы выставить метки на распредвалах. Зубья. Вот они находятся. Вот он и вот он зуб. А метки, вот они, зазубринки на пластике. Крутим. Вот выставили метки на распредвале. На коленвалу мы посмотрим потом, когда снимем шкив. Шкив, чтобы открутить. Либо пистолетом, пневмопистолетом. Я использую пневмопистолет. Либо же с помощником. Помощника попросите, чтобы он сел в салон, включил пятую передачу, нажал на тормоз и вы уже воротком сможете сорвать шкив коленвала. Продолжение следует... Откручиваем болт. Откручиваем болт. Откручиваем болт. Откручиваем болт. Такой вот идет с толстой шайбой, снимаем шкив коленвала. также здесь идет прижимная шайба ремень берем прижимая и сверху сейчас будет видно метки вот сейчас немножко у меня сместилась и распредвалы и коленвал наш видите на шестерне . на маслонасосе полоска зуб сходится с точкой сейчас вот здесь вот видно что немножко сместились вперед это можно рукой вернуть маленько вот получается все здесь метка здесь метка и здесь по полоске сходится сейчас мы ослабляем наш натяжной ролик здесь ключ на 15 по моему да ключ на 15 ослабляем его и откручиваем ролик пришел негодность все можно снять ремень какой у нас фирмы ремень интересно был маркировки даже не осталось нету а нет есть есть а брт ремень еще заводской брт точно хочу ролик чей ролик крафт но он вот он он видать и пищал писки давал также натяжной ролик то есть опорный ролик тоже поет песни откручиваем его на нем ключик тоже на 15 ух он даже срока там дает так а он у нас чей тоже крафт убираем сейчас мы будем ставить фирмы гейтс номер по гейтсу к 0 15 631 xs это усиленный как приклеили хорошо вот такой комплект идет здесь натяжной ролик получается фирма производитель даже не написано цену раньше были китайские в оригинале это нск польша полон ремешок вот такой вот ремешок 137 зубов на 22 номер ремня отдельно если заказывать 563 56 31 xs это по гейтсу отдельно ремешок пробуем как у нас помпа себя ведет помпа у нас живая ее меняли не так давно тысяч тридцать назад наверно сорок поэтому она сухая не гремит не стучит мы ее оставляем заводим ремешок на коленвал но вначале устанавливаем обводной ролик на коленвал на коленвал но Продолжение следует... 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 Вот, поставили ролик И теперь Потихонечку поворачивая Взводим натяжитель До того момента Пока у нас вот эта метка Не совпадет Есть специальный ключ Для приоры У него два штырька Он удобнее чем этот Поэтому этот не берите Это для приводного ремня Потом я покажу Как им удобно натягивать Так, ну вот Я взвел Смотрите, вот зуб, вот прорезь Она совпадает Поэтому теперь Придерживая натяжитель Затягивайте болт Все Снимаете Натяжитель И теперь Проверяете метки Так, ну все Вот Мы Выставили по меткам Прицел наш На ролике Стоит Ровно Эта метка Стоит у нас Ровно Эта метка Стоит у нас Ровно Смотрим коленвал Коленвал Метка Стоит у нас Ровно Теперь мы на место Ставим нашу Вот эту шестерню Не шестерню А Ставим на место Шайбу Прижимную Направляющую Для ремня ГРМ Ну и ставим Крышки А после этого Уже поставим шкив Потому что Крышку сейчас Удобнее будет Поставить Так, это мы Убираем Берем нашу крышечку Заводим Ее На место Прикручиваем Оба болта Прикручиваем вот такая короткая бита Т-30 ей удобно подлазить ставим большую крышку крышку мы поставили ставим на место ролик после того как поставим штиф накидываем на место ремень здесь машина с кондиционером закидываем на кондиционер на коленвал на генератор смотрим чтобы ремни стали ручейки ремня стали на место берем ролик также его заводим в пазы вот и наживляем головка здесь на 17 как я говорил вот он этот ключ встает в пазы натягиваем ремешок не перетягиваем и нажимаем болт ну все мы натянули установили теперь пробуем заводить и и Машина холодная На улице у нас минус Ну что, все завелось, все работает, все замечательно Ставим на место крышку Всего вам доброго